Всем привет! Очередная посылочка от производителя, в очередной раз смартфоны от компании Fly. Здесь присутствуют новинки и также не новинки. Давайте откроем, это новое видео, мы начинаем, поехали! Как всегда, достаточно быстрая доставка курьером из Москвы, буквально в трое суток, даже чуть меньше, два с половиной дня, и посылочка приехала к нам вместе со смартфонами. Откроем, посмотрим, достанем. Здесь три смартфона, покажу я вам сейчас, конечно же, один. И чем примечательно для вас будет данное видео, я, скорее всего, сделаю серию роликов, в котором расскажу вам, как на примере одного из смартфонов с китайским, соответственно, процессором, медиатекам, довольно-таки стареньким, показать вам, как прошиваются смартфоны. И действительно это тяжело или не тяжело, будет серия роликов, может быть два, может быть три выпуска. Итак, давайте посмотрим на будущее. У нас присутствуют новиночки Cirrus 3 и Nimbus 4. Откладываем их в сторонку, посмотрим в другом видео. А сейчас у нас достаточно старый девайс, старый по модели, но, я надеюсь, новый внутри. Это Flight Tornado One. IQ 4511 Octa модель, гарантия 2 года. Вот такое вот изображение коробки. Здесь вот таким вот образом у нас есть спецификация устройства. Давайте я вам их прочту. Вам их прочту. Android 4.4 достаточно старая версия операционной системы. Процессор 1.4 ГГц на ядро. И, внимание, MTK6592M. 5-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением 1280 на 720 точек, 8 ГБ встроенной памяти и всего лишь 1 ГБ оперативной памяти. Камеры здесь достаточно интересные. Это 13-мегапиксельная основная камера, подчеркивает производитель, что присутствует автофокус. И 2-мегапиксельная передняя камера для селфи и связи по скайпу. Запись видео Full HD, Bluetooth, GPS, все здесь присутствует, датчики освещения, положение приближения, здесь все есть. И батарейка на 1920 мАч. Поддержка социальных сетей. Также производитель учитывает и подчеркивает, что здесь присутствуют два защитных стекла. Переднее стекло Dragon Trail, а заднее стекло Gorilla Glass. Итак, открываем. Здесь у нас должен присутствовать черный Fly. Совершенно верно. Есть такой. Вот он. Примерно вот так вот выглядит. Отложим его на секундочку в сторонку и посмотрим, что у нас здесь есть в комплекте. Есть вот такая вот наклеечка, которая была на экране. Здесь у нас присутствуют наушники. Вот такие вот. Послушаем, как они звучат в дальнейшем. Обычный USB, microUSB кабель. И зарядное устройство сразу на нашей розеточке. Это в стороночку. Зарядное устройство достаточно большое. Сила тока у него нигде не показана. Я думаю, что это порядка 1 А. Потому что зарядку быстро не поддерживает данный смартфон. Как же смартфон этот выглядит, вы в принципе можете сейчас смотреть вместе со мной. Действительно, два стекла. Спереди и сзади. Сзади у нас Gorilla Glass, чтобы не царапалось. Спереди Dragon Trail. Почему так, до сих пор непонятно. Что ж у нас по элементам управления. С правой стороны у нас расположена кнопка включения-выключения. Сдвоенная клавиша регулировки громкости. С левой стороны один из лотков под сим-карту. С правой стороны у нас карточка памяти. Либо наоборот. Ну, в общем, в любом случае здесь отдельные лотки под карту памяти. Отдельный лоток под сим-карты. Сверху у нас присутствует гнездо microUSB для зарядки и 3.5 для наушников. Снизу у нас две пары решеточек. Это одна под динамик, другая под микрофон. Пластиковые грани устройства. С задней стороны они немножко скошены. Вот такой вот имеет удобный хват смартфон. 5 дюймов, 1280 на 720, еще раз повторюсь. Спереди у нас защищенное стекло. Здесь кнопки не обозначены никаким образом, но их здесь и они подсвечиваются. Давайте включим, посмотрим, что этот смартфон умеет. Он на самом деле был включен. И сразу же нас приветствуют русским языком. Пропускаем все эти дела. И вы можете посмотреть, я думаю, что здесь максимальная графа, максимальный уровень яркости. Да, можно это сделать вот так, чтобы он не отсвечивало. И посмотреть углы обзора достаточно старого девайса на рынке. Почему был выбран данный смартфон? Потому что на него существует большое количество прошивок и в том числе и цианаген. С помощью этого смартфона я хочу записать серию роликов, где я буду вам показывать, как эти прошивки устанавливаются. И вообще сложно ли пользоваться дополнительным софтом для прошивки смартфонов на китайских процессорах. В принципе, больше рассказывать о нем нечего. Ну а здесь есть камера, как я говорил ранее, 13-мегапиксельная. Она снимает вроде как соневский у нас модуль стоит. Вроде как неплохо. Достаточно быстро. Вот такие вот результаты показывают прям со старта. В принципе, неплохо. Звук, опять же, посредственный на четверочку. Когда-то эта новинка стоила 9 490 рублей. Сколько стоит сейчас, я не знаю. Поэтому вам подсказать не смогу. В остальном, в общем, девайс и гаджет для, скажем так, таких тестов и проверок. Вам большое спасибо, что посмотрели данный ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Вступайте в наши социальные сети. Ссылочки, как всегда, в описании. Обязательно пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru и проходите на наш ресурс bloggersclub.ru для того, чтобы размещать ваши работы. И чтобы он их увидел, как говорится, на весь мир. Всем спасибо. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok